Экопродукты становятся все популярнее. Это одна из причин, по которой Людмила Гранкина решила разработать проект по их производству. В этой сфере она уже давно занималась розничной продажей экопродуктов. На сегодняшний день экопродукты пользуются большим спросом. И с каждым годом больше и больше. Потому что больше людей поддерживает здоровый образ жизни и больше для них создаются условий. И так как я живу в село Амзя на данный момент, то там богатые природные ресурсы и, соответственно, много источников, которых можно использовать для экопродуктов создавать. Кроме того, у меня есть опыт в смежной сфере. У меня были открыты магазины экопродуктов в городе Набережной Чумы и после этого я переехала сюда. В принципе, он был достаточно успешный и с каждым годом спрос возрастал. Планируется производство следующих видов продуктов питания и экопродуктов. Варенье и сосновые шишки, ореховые пасты, сыродавленные масла, купажированные чаи на основе иван-чая. В данном виде тут представлены кокосовая гущенка и арахисовая. Она сделана без сахара, то есть на основе солдого экстракта и различных аректов. Если подробнее рассказать о солдом экстракте, это старинный вообще продукт, но на данный момент он забыт. Он делается из проростки чменя и содержит сахара. То есть сахар там образуется в процессе прорастания. Предприниматель попросил о следующих мерах государственной поддержки. Предоставление земельного участка площадью не менее 500 квадратных метров. Получение субсидий на приобретение оборудования и помещения площадью 300 квадратных метров. Получение льготы по налогам. Совместно с администрацией будут прорабатываться и вопросы сбыта готовой продукции. Для производства пищевых продуктов, в принципе, это неплохой вариант и неплохое помещение и решение. Мы тут недавно встречались с киргизами, с киргизской организацией, которая реализует через тоже маркетплейсы продукцию именно эко-направления. Одна из наших компаний уже там работает. Я вас тоже соединю. Я надеюсь, что вы найдете общий язык и появитесь уже в Киргизии. Я прошу взять проработку по линии экспортных поставок. Это сертификация. Это в дальнейшем ей нужна будет, если мы выходим на международный рынок. Уже действующие предприниматели, а также те, кто только планирует открыть свое дело, приглашаются на встречи для презентации своих проектов. Палина Сюткин, Дмитрий Габасов, информационная программа «Ежедневник». Продолжение следует...